Даллас, штат Техас Шестая игра финала Кубка Стэнли. Даллас Старс принимает у себя дома Нью-Джерси Дэвилс. Вы видели только что на ваших экранах список главных арбитров и лайнсменов, которые будут обслуживать сегодняшнюю встречу. Это Терри Грэгсон, Билл Макгрири, главные судьи. И сейчас на ваших экранах тренер и команд Кен Кичкок. Да, это был Ларри Робинсон. Счет в серии 3-2. Шестая игра, которая может с одной стороны принести успех и радость Нью-Джерси Дэвилс и с другой стороны принести не такую, но все же радость Далласу. Даллас имеет хорошие шансы сравнять счет в этой серии, сделать счет 3-3 и перевести и добиться права на седьмую игру. Решающую игру, которая станет решающей для обеих команд. На ваших экранах Майкл Мадана. Главное действующее лицо предыдущей встречи, пятой встречи, которая проходила в Нью-Джерси. Тот человек, который испортил праздник, который, по его словам, был уже готов в Нью-Джерси. Команда уже была готова поднимать над собой Нью-Джерси Дэвилс, поднимать над собой кубок Стэнли, но вот Мадана все испортил. В третьем началась. Ну, в общем-то, особых изменений в составах команд, как вы видите, нет. Все по-прежнему те же составы. Первый бросок Брэд Халл. Брэд Халл, Майк Мадана, Ера Лехтенин, Зубов и Дэрил Сидор, да, вот эти постоянные партнеры, играют в первом звене. Против них играет Арнольд, Элиэш и Сикора. Как обычно, вместе с ними Скотт Стивенс и Рафальский в защите. По-прежнему, наверное, будут играть друг против друга. Против звена Мадана будет играть Скотт Стивенс. А вот кто будет играть против первого звена, я не посмотрю дальше. Кен Хичкок может поменять состав и может выпустить опять против ведущей первой тройки Нью-Джерси Дэвилс. Свою основную ведущую пару защитников Хэтчера и Матвейчука. Вот они сейчас на поле, но они играют против Холика, против звена Бобби Холика. Торта, не смог он выбросить шайбу, шайбу остановили на синей линии. Вообще, основной вопрос сегодняшнего матча, какая команда сумела в лучшей степени восстановиться после утомительной игры, после пяти перилов, после трех овертаймов в пятом матче. Многие считают, что это лучше получится у Нью-Джерси Дэвилс. Во-первых, команда более молодая, в общем-то, вне игры. Вне игры, конечно же, не будет защитной. Даже если шайба была в воротах, гол, конечно, не был бы защитной. Так вот, многие считают, что именно Нью-Джерси Дэвилс будет иметь преимущество в этом плане. Я подчеркиваю, именно в этом плане, в плане восстановления. Во-первых, потому что у них больше, скажем так, более, то, что говорят, глубокая команда, то есть больше игроков, которые могут выходить на площадку. В то время как Дэвилс рассчитывает лидеров команды в команде Дэвилса меньше, и они более возрастные. Мадан играл, скажем, по-моему, около, если мне не изменяет память, около, чуть ли не около 70 минут. В общей сложности. И вот посмотрим, как... А еще тоже говорят, что вторая, именно, в общем-то, усталость после таких изнурительных матчей наступает именно на второй день. То есть день вот сегодняшней игры. Ну вот будем наблюдать, будем смотреть, так ли это на самом деле. Третье звенье команды. На площадке давайте посмотрим, кто же играет. Ну, Немчинов. Это я вижу Мэдден. Котэ. Немчинов принял этот бросок на себя, и вот сейчас он шабой. Мэдден не смог закрыть, загнуть эту передачу, а так, в общем-то, было все достаточно неплохо. И Малахов у себя в зоне делает передачу. Снова Маккейн. Брылин. Рафаски бросал от синей линии. А вот и Стивенс. Мадана. Не смог он все-таки пройти двух защитников, почти проскочил. А это Скотт Гомес. Гомес Брылин и Могильный. Так выглядит это звено, и вот против них... А вот, похоже, Кен Хич как играет в три звена. Против четвертого звена у Джесси Дэвилс вышла играть первая пятерка Далласа. Что это тактический ход? Он пытается разменять пятерки или просто перешел их действительно играть на три звена. Его Брылин бросал очень опасно. И еще один бросок Могильный. Судья останавливает встречу, получил, по-моему, травму Дэрил Сидор. Он уже очень уверенно и очень хорошая, опасная атака получилась у Нью-Джерси. Дэрил Сидор лежит на льду. По-моему, он получил какую-то травму. Рядом с ним вот находится то, что называется тренер команды, тренер. Видите, он достаточно давно получил эту травму. Еще до того, как. Может быть, поэтому получилась вот такая ситуация, что у Нью-Джерси просто... Ну, практически Нью-Джерси играл в пятером против четверых, потому что Сидор был просто не в состоянии подняться. Что-то, по-моему, у него с ногой. Ну, вот судьба, он не может наступить на левую ногу. Ну, давайте посмотрим в этом повторе. А, вот, вот. Вот видите, он применил силовой прием. Попытался применить силовой прием, попал практически на растяжку. Еще к тому же упал и ударился той же ногой о борт. Ну, посмотрим, сможет ли он вернуться. Достаточно тяжелая травма. Это, конечно, серьезная потеря для Далласа. Потерять одного из своих ведущих защитников. В таком матче, в шестом матче, после... Трех овертаймов. Когда так силы нужны, а тут еще теряешь защитника. Ну, что же. Что-то, очевидно, все-таки у него с коленом. Скотт Гомес на ваших экранах. Сикора, Арнодд и Элиэш. Против хэтчера Матвейчука. И... Нет, простите, играет все-таки Зубов с хэтчером. Ну, пришлось поменять партнера у Зубова, поэтому вышел играть... Вышел вместе с ним. Играет в паре капитан команды Хэтчер. Элиэш на ваших экранах. Что же касается ситуации, как видят ее специалисты за океаном. В общем, большинство из них сходится во мнении, что это практически начинается новая серия, где преимущество, как ни странно, имеет не Нью-Джерси Дэвилс. Формально, да, конечно, у них есть одна игра в запасе, то есть они выигрывают в 3-2. Но преимущество, по мнению большинства экспертов в США, преимущество у Далласа. Эту точку зрения, в общем-то, разделяет. Ну, вот еще одна травма. Джейсон Арнольд, по-моему, на вбрасывание клюшкой ударил Нью-Дайка. Вот давайте посмотрим. Вот смотрите на вбрасывание. Ну, он не совсем ударил, просто зацепил его Нью-Дайка. Похоже, никакого удаления. Судья, по-моему, этот как-то пропустил. Или посчитал, что все вроде как-то было нормально. А вот Нью-Дайк лежит, держится за голову. Ну, если еще потерять еще одного игрока, это, конечно, будет очень тяжелый удар для Далласа. Тут уже... Сейчас, судя по всему, показали на большом табло повтор этого момента. Именно поэтому так загудела, зашумела толпа болельщиков. Вот еще раз, посмотрите. Джейсон Арнольд. Клюшка зацепил ногу и... Ну, что-то, я не совсем все-таки понял, он головой ударился на нее, Дайк, или... Ну, тем не менее, уходит он с площадки, но, по-моему, в раздевалку не отправляется. Судя по всему, он сможет продолжить игру. Да. Я думаю, что он все-таки снова выйдет на площадку. Вообще, знаете, вот начало как-то достаточно своеобразно этого матча, согласитесь, вообще вот эта серия... Немного было какой-то грязи, вот именно такой откровенной грубости. Были нарушения, их, кстати, было не так уж много, но вот грязи, вот именно вот... Что-то типа вот такого нечасто наблюдалось. Или, вернее, может быть, это и было, но не столь откровенно. Хотя, в общем-то, наверное, ситуация с Сидором, она была чисто игровой. А вот здесь вот, да, конечно, Джейсон Арнольд Ну, поступил, мягко говоря, не по-спортивному, но всякое бывает, когда играют за кубок Стэнли. Карбано. Брадо легко ловит шайбу и пытается... Пытался ее выбросить, но это не удается. Далось очень нехорошо. Закрывает зону и закрывает пространство у борта. Хэтчер. Вот это хал. Прошел, прошел, но... А вот сейчас будет первое удаление. Ну, как легко проскочил хал. Вот был реальный момент забить. Открыть счет у Давоса. Ошибка в передаче Хлода Лемье и Брэд Хау воспользовался ей. Раскочил по центру. Не успели защитники его поймать. Несколько не разобрались. Пандолфо здесь был и вот его Нидермайер зацеплял до Нейко. Удаление, конечно, как вы понимаете, последует в составе Ниджесси Дэвилс. Очевидно, это будет удаление за удар по рукам. Удален Кен Данейко. А вот последние новости, которые я только сейчас слышу по поводу состояния Дэрла Сидора. Он снял конек и вроде бы отправляется сейчас на рентгеновское обследование. То есть очевидно, что достаточно всё серьёзно. Ну, посмотрим. Зубов, как обычно, играет. Он Нидер Дайк уже играет, так что всё в порядке. Выходит, шайба всё-таки в среднюю зону. И она у Зубова. Зубов, хэтчер. А нет, простите, я обознал, это Мадана. Посмотрел, увидел на букву на плече, не увидел, что это буква Э. Я подумал, что это буква Си, капитан. Где Мадана, там и Хал. Нилан Дайк. Хал. Пандолфо. Это Клод Ленье. Снова всё придётся начинать сначала и опять начинает всё Зубов. Мадана, Зубов вошли в зону. Передача на ТС. Зубов. Не прошла поперечная передача. И шайба покидает пределы площадки. Ну, позволили всё-таки Симу сделать бросок с очень опасной дистанцией. Прямо ну, с дальнего пятачка, считайте. Ещё тем более практически закрыл, видимо, из вратарё свой же защитник. Джон Сим. 40 секунд остаётся играть ещё в меньшинстве на Джесси Дэвилс. КТ. Матвичак. Против него играет Мэйден и очень цепко играет. Но Матвичак тем не менее не справляется. Нулер. КТ. Сим бросал, но очень очень острый угол. Практически с нулевого угла вряд ли, конечно, такая шайба прошла. Хотя с другой стороны, наверное, рассчитывал, что либо кто-то добьёт шайбу, либо она спущит уже от брода в ворота. Всё. Закончилось штрафное время у Денейка и два броска было сделано поворотом Нью-Джерси Дэвилс при игре в большинстве. А вот теперь удаление последует в составе хозяев. У Даллас Старс будет удалён за удар локтем. Не видел я момент нарушения. Ну, посмотрим, кто будет удалён. И вот, посмотрите же, люди выходят уже с лопатами. Сейчас будут чистить лёд. Опять возвращаемся к разговору о качестве льда в Далласе. Ну, ничего здесь не поделаешь. Так вот, что касается прогнозов на эту серию, на этот матч и вообще на эту серию. Все считают, что почему-то преимущество... Ну, не все, но процентов 90 специалистов считают, что преимущество у Далласа. Кстати, вот, например, Элл Марганти, один из комментаторов американского телевидения считает, что победа в пятой игре позволила Далласу снова поверить в себя, в свои силы, что они могут всё-таки выиграть кубок. И очень важно то, что они возвращаются домой. И они играют... Ещё никогда Даллас не проигрывал три игры подряд у себя дома. А ведь вы помните две игры подряд... Две игры до этого домашние Даллас проиграл. Сейчас они играют третью игру. И если, конечно же, многие считают... Американцы верят в статистику и считают, что три игры подряд Даллас у себя дома проиграть вряд ли сможет. С ним, в общем-то, в какой-то степени согласен Брайан Энглом, что всё начинается заново и вот эта победа, она удалён. Ну вот, вы видите. Джон Си. Так вот, Брайан Энглом тоже считает, что всё начинается заново и вот эта победа Далласа подорвала уверенность в своих силах у Дэвилс. А, вот тут нарушение. Вот как раз его атаковал Мэйден, пытался примесить приём это и Джон Си поставил локоть. Посмотрим, как будет играть Дэвилс в большинстве. Потеряли шайбу в среднем на подходе в зоне Далласа. Опять по-прежнему та же вся тактика. Вброс шайба в зону и игра пытается контролировать шайбу. Попытаться поставить шайбу под свой контроль уже в зоне. Я потерял шайбу Рафальский. Карбано. Минуту уже отыграли Даллас в меньшинстве. И пока ничего не шайба по-моему даже ни разу не задержалась в зоне хозяев. Вот только сейчас по-моему команда более-менее разместилась. Встали. Секора. Холик. Секора. Потерял шайбу и выход что? Мадана не пошел вон вперед. Попробую ее поддержать хэтер. Мадана решил, что лучше все-таки будет убить время, нежели чем рискнуть и попытаться организовать лёгко два в одного. Майк Кинг цеплял клюшкой Мартина Бородова. Тоже если возвращаясь к разговору о статистике, многие считают, что вообще после такого упорного поединка, каким был пятый матч, проигравший в этом поединке оказывается в плохой ситуации именно с точки зрения статистических данных. следующую игру очень многие команды, которые проигрывали в овертайме, они проигрывают в следующую игру. Все это следует статистике. Есть только один человек, который не придерживает этого мнения, это Брайан Мелроуз. Он всегда был известен своими эксцентричными взглядами, не только взглядами, но и своей внешностью. Он считает, что пятая игра вообще ничего не поменяла в соотношении сил. Только, конечно, поменял счет, но не более того. В какой-то степени инициатива удалась. Может быть. Нидермайер. Бойца в шайбу в зону. Все закончилось штрафное время Джона Сима. И ни одного броска не было сделано поворотом. Очень, по-моему, Дэвилс практически не играл в зоне Далласа. Далласа. Брылин. Нэнсон. Нуллер. Не будет. Обдаления не будет. Могильный. Это не бросок поворотом, это просто скорее возможность выиграть время для того, чтобы заменить состав. Мэнсон потерял шайбу. Подстраховали его партнера. Мчинов и Свисток. Пас рукой. В общем-то, пока, на мой взгляд, все-таки есть преимущество Далласа. Не знаю, согласитесь ли с этим вы, но преимущество Далласа небольшое, оно все-таки, не только что небольшое, а в общем-то преимущество есть. Я не назвал его большим или подавляющим, тем более, что команды сыграли 4 минуты в неравном составе, но, тем не менее, оно есть и чувствуется, что Даллас поймал какую-то действительно уверенность в себе и пытается воспользоваться этой ситуацией. Действительно, и Хич, как говорил, что сейчас в моем распоряжении команда, которая просто ждет, не дождется возможности выйти на лед и показать, на что она способна. И, в общем-то, действительно, судя по всему, это так и есть. И, наверное, очень важно сейчас будет Дэвилс отстоять свои ворота, выдержать этот натиск, а дальше уже там видно будет. Мюллер Пандолфу. 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 А очень опасно. Пандолфу было на добивании и не получилось. Ну вот показали зубы и свои зубы и Дэвилс. И, кстати, очень неплохо получилось. Неплохо они провели в момент по-другому. Попадает. Еще один бросок. Это Нидермайер бросал уже. по-другому. Пандолфу. 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 Арнет. Очень-очень уверенно играли сейчас в Ниджевси Дэвилс. Арнет. Нидермайер, Шайбе. Отходит из своего рота и раскатывается. Делает передачу на Сикора. Сикора бросает и тут же попадает на силовой прием. По-моему, сбил дыхание Питера Сикоры. Ну, это вот приблизительно в такой же ситуации, как вы помните, получил очередное сотрясение мозга Линдрос. Тоже ходил в зону поперек площадки и нарвался на дальнего защитника. Дальним защитником в данном случае был Дэриан Хэтчер. Очень жесткий защитник, который любит и умеет применять силовые приемы. Хорошо, если это действительно обойдется только сбитым дыханием. На ваших экранах составы команд Джесси Дэвилс, Мартин Бродок, Криста Релик, второй вратарь запасной, но и защитники. Скотт Стивенс, Брайан Рафаски, Кен Данейко, Скотт Нидермайер, Владимир Малахов и Колин Уайт. Нападающие. Центральный нападающий Джесси Нарн, Бобби Холли, Скотт Джонес и Джон Мэдден и крайние нападающие Патрик Элеш, Петер Сикора, Рэнди Маккей, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Невчинов, Джей Фондов и Флот Лемье. По-прежнему лежит без движения на льду Петер Сикора. Уже и на силке. Очевидно, что это достаточно серьезное. Вообще, меня несколько удивляет то, что Петер Сикора попался на такой силовой прием. Он играет уже давно. Это не то, что тот же самый Линдрос, который вышел играть после долгого перерыва. И, конечно же, есть какая-то заторможенность, реакция. То, что Сикора, в общем-то, играл, постоянно играл очень неплохо. Тем более, в общем-то, он и такой вверткий игрок и приблизительно, в общем-то, рассчитывает свои силы и знает. Знает свои силы, знает, против кого он играет и знает, что против него, в общем-то, будут играть достаточно жестко и попытаются ее поймать. То, что он не рассчитал. Ну, посмотрите, как все это было. Вот. Руки, по-моему, все-таки поднял Дэриан Хэтчер, но, наверное, судья посчитает все-таки это чистым силовым приемом. Удаление вряд ли последует. Еще раз, в другой точке. Трудно сказать, что же, чем ударил Сикоро Хэтчер. Что это было? Локоть, кисть, руки. Я, честно говоря, отсюда не берусь так утверждать, что же все-таки это было. По-моему, все-таки это был не локоть. Давайте еще раз посмотрим. Ну, вот, в принципе, должен же был видеть, что там опять не видно, в общем-то, каким-то образом применялся прием Хэтчер. Вообще, на входе зоны Сикоро голову поднял, наверное, должен был видеть ситуацию. На встречном курсе, конечно же, достаточно сложное. Не попасть. Сикоро голову поднял, что-то в Даллас, по-моему, это был Джон Ньюэн Дайк принят, по-моему, что-то в помощь медицинскому персоналу, который работает с Петром Сикорой. Мадана здесь. Виновник того, что произошло. Дэриан Хэтчер разговаривает с судьей. Я думаю, что вряд ли последует какое-то удаление, во-первых, потому что, ну, трудно сказать, чем же все-таки ударил Дэриан Хэтчер Петро Сикоро. Все-таки, был ли это локоть, была ли это просто рука. А потом, в общем-то, разница в росте очень велика. Сикоро не очень высокий игрок, а в то время Хэтчер, ну, один из самых высоких игроков в лиге. Ну, Сикоро, вроде бы, ну, в сознании. Насколько мне известно, как работает, сейчас, наверное, его повезут на исследования, в основном, на предмет сотрясения мозга, как все это работает, во время лагерей, подготовительных лагерей берется, ну, снимок комограмма мозга, которая потом, в общем-то, используется для сравнения с тем, что произошло после подобного столкновения. Таким образом, можно вычислить, все ли в порядке, насколько серьезной был, насколько серьезной травмой получил хоккеист, то есть, методом сравнения. Ну, Ларри Робинсон дает какие-то указания, да, вот видите, уже вывозит его Петро Сикоро просто из здания. Стадиона машина скорой помощи, наверное, везут его в какую-то уже больницу. Ну, что же, прошло, наверное, где-то только полковина первого периода, уже два игрока по одному из каждой команды покинули площадку. Могильный упустил реальный шанс забить шайбу. Лехтинен. Не успевая шайбы, первой не оказывается Стивенсис. Пас через две линии. Ну что, очень хорошо пока себя проявляет Эдди Белфор. Кстати, тоже, в общем-то, достаточно много было мнений высказывалось о поводу игры вратарей. Вообще, чего ожидали? Во-первых, большинство сказали, что овертаймов в этом матче не будет. Что подряд две игры в овертаймах вряд ли такое возможно. Это во-первых. Во-вторых, все-таки многие специалисты считают, что выдать еще одну такую игру, какую выдали вратари в пятом матче вряд ли получится. Все-таки вратари тоже люди и, конечно же, играть постоянно на все 100% достаточно тяжело. Так что многие эксперты сходились во мнении, что игра будет проходить в основном в средней зоне. Но пока в общем-то это не так. Были моменты забить и у Далласа, и у Нью-Джерси Дэвилс. Немчинов. Малахов будет первым шайбы. Колин Уайт. Немчинов. Не смог он обыграть один в один. Но это сложно обыграть один в один защитника, тем более, который уже успел набрать скорость. Кин. Нидермайер. Опасно. Упал, но успел встать. Но все равно шайбу все-таки потерял. Хэтчер. Будет удаление. Удаление опять. Удаление в составе Нью-Джерси Дэвилс. Вот уже. за игру высоко поднятой клюшкой. Давайте посмотрим, как это было. Вот Скотт Нидермайер выкатывается на свой пятачок. Падает. Против него играет Кин. шайбу у него отбирает. Я думаю, что тут опять Кен Данейко будет удален. Да, именно он на пятачке толкнул клюшкой кого-то из игроков Далласа со спины. За игру высоко будет и клюшка удален. Во второй раз. И во второй раз один тот же игрок Кен Данейко и во второй раз Даллас будет ими играть в большинстве. Пять против четверых. Первый раз играли они большую часть времени они провели в зоне Девилс, но ничего сделать в общем-то не смогли. Посмотрим, как получится это во второй раз. Но вообще так играть с Далласом не рекомендуется. Даллас очень хорошо играет в большинстве. Вы, наверное, в этом уже убедились. Так что по большому счету Нью-Джерси играет с огнем. Холик Зубов Холик Зубов Нью-Эндаг Мадана Холик не точная передача на Зубов и Зубов начинает все сначала Нью-Эндаг Мэдан не смог он выбросить шайбу Мадана хорошо закрыл зону перехватил эту шайбу но вот сейчас уже ничего не получилось Зубов Хол не точная передача смена состава по ходу встреча Зубов а Зубов с площадки не уходит Мюллер потерял шайбу за своими воротами Мемчинов Зубов Зубов похоже собирается играть все две минуты что его команда находится в большинстве Хачер потерял шайбу Пандолфа и опять все надо начинать сначала все закончилось штрафное время у Дэвилс очень неплохо команда сыграла в меньшинстве ничего не получилось у Давоса ни одного опасного момента ворот Брадо не было создано Гомес Сикора еще Сикора пытался подправить шайбу после броска своего защитника не получилось не попал по шайбе Гомес Арнет и ну как же Элеш не попадает практически в пустую угол ворот хороший был наброс шайбы на пятачок Арнет еще один бросок от синей линии Гомес держит его клюшку Тортон по борту пускает шайбу и она оказывается у Котэ Карбано Котэ Малахов Мадана передача на Брэда Халла не совсем точная передача точная но Халл был в окружении игроков Нью-Джерси довелся поэтому не смог ничего сделать а сейчас будет положение вне игры Сергей Брылин Чего же все-таки можно ожидать от сегодняшней игры состав на ваших экранах Далла Старс вратари Эд Белл Фурмани Фернандес защитники Ричард Матвичев Дэриан Хэтчер Дэрил Сидор Сергей Зубов Дэйв Мэнсон и Сильван Куте в нападении Майк Мадана в центре Майк Мадана Джона Джона Вильдайка Ди Карбано и Кеп Мюллер и по краям Брэд Хау Иерри Лехтин Скотт Тортон Джон Сим Брэндон Морроу Майк Кин и Гранд Маршал и Блейк Слоун вне в составе Роман Олешенко Все-таки решил Хичкак его посадить на скамейку запасных Так вот чего же все-таки можно ожидать от сегодняшней игры по мнению экспертов мнение Брэна Мэлроуза Команды отдохнули Атмосфера в зале будет очень хорошая навитализованная Конечно это в пользу Далласа Нью-Джерси скорее всего переиграет Даллас по броскам Это вызвано тем что у Нью-Джерси будет больше голевых моментов вызвано тем что просто в составе Нью-Джерси больше острых нападающих которые могут сыграть острых И вот здесь очень ответственная роль ответственная задача будет у Билл Форрес Умеет ли он свести все эти попытки забить шайбу со стороны Нью-Джерси на нет Удастся ему очень хорошо потому что Даллас вряд ли забьет много С точки зрения Брэна Мэлроуза счет не будет 1-0 как это было в предыдущей игре а вот скорее всего что-то будет 2-2-1 вот это вот вероятно И он считает он как раз один из тех кто считает что вряд ли вратари сегодня смогут выиграть еще одну такую выдающуюся игру какой был пятый матч Даррен Панк в прошлом сам вратарь уверен сейчас комментатору считает что овертаймов не будет и считает что у Нью-Джерси будет достаточно много проблем потому что команда проиграла и в чистосологическом плане ей достаточно тяжело сегодня выходить на площадку вот так такие мнения такой разброс мнений Брадо Брэльян Холик ходит за ворота на пятачах делает передачу там никого нет Брэльян Могильный Холик попытался применить свой прием против Зубова на Зубов ушел от него Словом против него играет Малахов и играет достаточно успешно сумел он перевести игру к борту и шайба теперь у Девилс проброс Малахов Насколько мне известно из газет что я читал и то что мне удалось узнать по некоторым другим другим источником место Лешенко в составе занял как раз именно Блейк Слоун которого вы только что сейчас вот видели с точки зрения Кена Хичкока вот он на ваших экранах Блейк Слоун с точки зрения Хичкока он придает игре больше скажем больше решимости если угодно больше настроя на борьбу больше борьбы наверное даже нежели чем дает это Роман Лешенко Кэтчер и против него Маккей проброс бросил мунидзоне Брадо минут 12 секунд остается играть в первом периоде счет 0-0 в шестом матче финала Кубка Стэнли В какой-то степени прогнозы Берри Мелроуза о том что преимущество по броскам по опасным голевым моментам будет у Нью-Джерси оно оправдывает согласитесь наверное в общем-то наиболее опасные моменты были созданы все-таки гостями а не хозяевом хотя и хозяев было пара может быть тройка моментов когда они могли забить но очень хорошо сыграл выручил во многом вратаре опять в общем-то выручили свои команды в общем-то выручил и Брадо и выручил в первую очередь конечно же Белфор у него работы в этом плане было наверное побольше так что прогнозы Барри Мелроуза пока оправдываются Рафальский Стивенс еще один будет проброс да будет еще один проброс и что там на твоих чек на ваших экранах а это Клофт Лемье очередное бросование которое чаще всего в этой серии выигрывает Даллас давайте посмотрим как что значит выигрывать бросование понятно да возможно сделать бросок возможность начать атаку и опять выигрывает бросование Даллас Ньюэндайк против Арнетта потерял шайбу Ньюэндайк Эльяш там борется и начинается Лемье считает что бросал хэтчер хэтчер после того как уже прозвучала сирена на самом деле я думаю что здесь еще конечно же он в отместку за Сикору ну ничего не будет уже сирена прозвучала судьи рядом с игроками так что первый период заканчивается мирно и по счету в общем-то без серьезных драк перерыв а в перерыве мы сейчас вам покажем сюжеты которые получили накануне трансляции а после этого ради бога звоните задавайте свои вопросы высказывайте ваши пожелания комментарии интересно будет все это послушать телефон вы знаете второй период матча между командами Dallas Stars и New Jersey Devils вот-вот начнется счет 0-0 шестая игра финала кубка Стэнли первый период был как ни странно для большинства специалистов заокеанских специалистов был не совсем ожиданным New Jersey Devils от которой ожидают того что команда во многом рассыпется после поражения в пятой игре проявила характер и в общем-то показалось совсем неплохо еще один Джейсон Арнольд переправлялся пытался сейчас переправить шайбу но Эдди Белфур сыграл очень неплохо ошибся здесь в передаче Ричард Матвейчук поперечная передача вы видите и наброс на передачок и вот здесь приблизительно вот такой схеме проходил первый период атакует New Jersey выручает Белфур я имею ввиду именно к атаке New Jersey конечно же были опасные моменты со стороны Далласа в общем-то игра но наверное все-таки было преимущество у New Jersey по количеству голевых моментов вы наверное обратили внимание что произошли некоторые перестановки состава сейчас в первом звене вместе с Элиэшом и Арнетом играет Гомес получил весьма серьезную травму Петра Секора какую конкретно я вам сказать сейчас не могу пока неизвестно его увезли в больницу на обследование увезли на носилках поэтому трудно мне сейчас что-то сказать никакой информации нет но тоже в общем-то травму получил и защитник хозяев Дэрил Сидер получил травму у него травма более определенная что-то с ногой с коленом точнее тоже случилось в первом это периоде в перерыве давал небольшое интервью Скотт Гомес был задан ему вопрос что произошло почему команда так хорошо сыграла первый период и доволен ли он вообще сам какое у него мнение на этот счет он сказал что игра может повернуться в пользу любой команды очень легко мы рассчитываем на то что будут какие-то нам немного повезет что было сделано какие были разговоры в раздевалке как хорошо ушел от силового приема Клод Лемье столкнулись два игрока в результате этого силового приема Далласа Холик бросал очень опасно первой стороной клюшки дальний угол ворот Нидермайер могильный Холик а сейчас будет проброс так вот еще один вопрос Скотту Гомесу что же было сказано в раздевалке нам сказали Скотт Гомес как раз на ваших экранах нам сказали что не надо паниковать ничего не потеряно после пятой игры надо играть свою игру стараться сыграть на добивании а вот видите тот самый момент который как хорошо Скотт Гомесу Клод Лемье ушел от силового приема в результате которого столкнулись Скотт Торто который пытался это сделать жесткий игрок и Ги Карбано ну вроде бы ничего Карбано еще и улыбается Показали это столкновение на экране в зале что и вызвало такое оживление очевидно и улыбку на лице Карбано Малахов Немчинов сейчас втроем играет наших даже четвером Малахов Могильный Брылин Немчинов тут самое время вспомнить Детройт Могильный будет первой в Мушайбе Брылин на пяточок и там Немчинов а второй период пока остается определенно за Нью-Джерси Да, вот по-моему не сделали даже ни одного броска по воротам Мартина Брадо Стивенса уронили но удаление не последует Рафальский не будет пробросов судя показывает что можно играть Рафальский не побоялся рискнул Брадо и в общем-то оправдан был риск а вот сейчас по-моему удаление Рафальский будет удален за то, что держал руками Брэда Хала ну очень хорошо сыграл грамотно сыграл Брадо да, видите удален Брайан Рафальский за задержку в третий раз будет играть в меньшинстве Нью-Джерси Дэвилс первые два раза завершились удачно для Нью-Джерси Дэвилс команда достаточно уверенно сыграла в обороне что является в отчиной Вячеслава Фикисова игра команды в большинстве и меньшинстве он отвечает в частности за эти компоненты игры но с другой стороны конечно же особо так злоупотреблять этим ни к чему давайте посмотрим чем закончится этот розыгрыш шайбы но вот сейчас вот как раз один из тех редких случаев когда Даллас проигрывает в брасывании и проигрывает совсем не кстати потому что шайба была в брасывании была в зоне Нью-Джерси Дэвилс так в общем-то 20 секунд гости выиграли опять удачно вошли в зону на сей раз правда с помощью вбрасывания простейшего вбрасывания шайбы и усмогли остановиться а вот здесь опять неточная передача все-таки не видно Дэрила Силера поэтому наверное все-таки у него достаточно серьезная травма вряд ли он сегодня появится Зубов потерял шайбу из виду Брадо но все обошлось Мэган на крючок Нюллер уверенно сыграл очень уверенно Невчинов выдержал паузу и опять Далласу все нужно начинать сначала Брадо уже в который раз самостоятельно выбрасывает шайбу из своей зоны Хэтчер за своими воротами и опять шайба оказывается не знаю сейчас что Нидермайер 1 на 1 гол Скотт Нидермайер 1-0 Втроем втроем они оказались на одного защитника и достаточно уверенно разыграли эту комбинацию Давайте посмотрим как все это было надо сказать огромное спасибо Клоду Лемье именно он добился того заставил ошибиться защитника на синей линии и вот здесь смотрите Брадо все-таки почти отбил эту шайбу но почти не считается и от его же блина шайба медленно но все-таки в ворота закатилась 1-0 Скотт Нидермайер пятая шайба за всю его карьеру которую он забрасывает в плей-офф шайба была заброшена в меньшинстве команда Нью-Джерси играла в меньшинстве так что как это ни не странно но удаление пошло на пользу Нью-Джерси Элеш все закончилось штрафное время Урафалски Мэнсон Эго Тортон Данейко Гомес Арнет не успевает Нидермайш шайба но шайба остается у Элеш и снова он входит в зону и передача на Гомеса Гомес но не смог он пройти между двух защитников это Мэнсон и Хэтчер 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 Немного понадобилось времени Далласу для того чтобы сравнять счет Мэнсон и Хэтчер Мэнсон и Хэтчер Мэнсон и Хэтчер и снова команда начинает с центра Прошло чуть больше 6 минут во втором периоде и счет уже снова сравнялся 1-1 Рафалский это Могильный за воротами Брылин Брылин ну кто Брэд Хал или Брылин это уже ему вся тройка Нью-Джерси собралась на одном краю на сей раз вместе с Могильным и Брылинным играет Маккей Немчинного нет развели русскую тройку Мадана опять рвется в зону Рафалский Могильный зубов Мадана навесная передача и перед пас рукой Ну что чуть больше минуты понадобилось Далласу для того чтобы сравнять счет Играли играли почти полтора периода не могли забить а тут меньше чем за 2 минуты 2 шайбы что касается преимущества своего поля о чем так много говорят то сами игроки склонны считать что это как таково и в плей-офф его наверное и не бывает там в частности Кен Данейко сказал что на выезде например они его команда New Jersey Devils играют лучше нежели чем у себя дома на выезде мы играем проще чтобы сыграть надежнее безошибочно и умнее его поддержал и Макей он сказал что дома многое отвлекает знаете приходит много друзей знакомых которые приходят пожать руку что молодцы так хорошо играете в финале выигрываете 3 тогда они выигрывали 3-1 перед пятой игрой вот так что трудом и многое отвлекает а здесь на выезде в общем-то все собирают все вроде бы как-то кругом скажем так вражеское окружение кругом одни враги поэтому приходится держать себя постоянно в тонусе после пятой игры после поражения Нью-Джерси существует следующая схема приблизительно такая в НХЛ что команды на игру обычно собираются перед игрой сзади собираются ну можно тоже назвать на своеобразные сборы только эти сборы проходят не где-то за городом а ходят в гостинице игроки съезжаются из его дома приезжают в гостиницу и там живут но после игры снова разъезжаются по своим домам вот сейчас после поражения в пятой игре Нью-Джерси Девилс решили домой не возвращаться а и собрались в общем-то у себя в гостинице Малахов Зуба будет первому шайбу его атакует Холик один против двоих кистевой бросок от синей линии Белфур ловит шайбу принесло пользу активность Холика потолкался он около борта это все-таки заставило ошибиться игроков Далласа в результате бросок не будет в зоне Белфура Хлод Лемье если он играет в плей-офф то это совершенно другой человек по сравнению с регулярным сезоном Гомеса перевели по-моему на постоянную основу в первое звено Джейсон Арнольд Скотт Гомес и по-наверному судя по всему там должен быть Патрик Элиэш защитники Нидермайер Арнет Карбано против него играет играет успешно Скотт Тортон Кин на сей раз Брадо отбил бросок Майка Кина Карбано Нидермайер Канейко Арнет Немчинов неплохая передача в центр но там не был готов к этой передаче его партнер Арнет Арнет Делал прострельную передачу в центр Джейсон Арнольд и попал в конек и шайба отскочила по не совсем ожиданной территории там никого не было Маккей Мэдден пытался переправить шайбу ворота но переиграть Эдди Белфор не удалось Белфор просто очень положил но там правда расстояние было не очень большое и места для маневра у Мэддена просто не было посмотрите еще раз Маккей делает передачу на пятачок но Маккей Мэдден пытался просто перебросить воторят перебросить щиток который положил Гелфор видите но не не получилось Мадана против Мэддена на точке вбрасывания Мадана выигрывает вбрасывание Рафански и шайба достается кому-то в качестве сувенирования зрителей Брэд Халл В одной из наших программ вернее в одной из программ которые были подготовлены в НХЛ он давал интегию рассказывал о том что он думает о копке Стэнли сказал достаточно интересные вещи но одно из запоминающихся интервью с моей точки зрения было говорил о том что кубок Стэнли для него поначалу с детства его видел поэтому даже не помню когда первый раз его увидел и как-то он к нему так привык что он смог осознать насколько это ценный трофей только тогда когда сам стал играть в хоккей и уже понял что значит его завоевать Мэттен штанга Колин Уайт еще один бросок не доходит шайба уже до ворот вне игры у него даже однажды я имею ввиду Брата Хау даже однажды сложилось уже впечатление что кубок Стэнли он никогда и не получит когда он играл по-моему если я не ошибаюсь у него такое впечатление сложилось когда он играл в Сен-Фуисе то есть это было такой своего рода мечтой поднять этот кубок над собой никак у него не получалось и он уже по-моему даже почти махнул рукой и вот в один прекрасный момент команда его выиграла этот момент наступил в прошлом году но это Джон Мэдден герой четвертого матча забросивший шайбу специалист по игре в меньшинстве один из тех кто кого регулярно выпускает когда команда оказывается в меньшинстве в первые в первые еще показали Continental Airlines арену что находится в Нью-Джерси там дома у Девилс там тоже собралось достаточно большое количество болельщиков хоть и говоря что Нью-Джерси Девилс команда где-то по счету наверное 8-я и 9-я в Нью-Йорке по популярности но тем не менее у нее достаточно поклонников которые готовы были прийти на стадион и поболеть все вместе за свою команду Малахов снова Малахов не знаю какой прессинг какой форчекинг Холин Уайт а это Брылин против Ричарда Матвичука играет и играет достаточно успешно Шайбу все-таки сумел отобрать но за этим последовало неточной передачи Шайба оказалась у Зубова Могильной Брылин ну на добивании Брылин назад на защитника еще один бросок от синей линии и опять Шайба просто не доходит до ворот Рафальский Стивенс неточная передача Рафальский опять потерял шлем Холик борется с Майком Кином неудачно Шайба остается у Кина Зубов Дилье Пандолфа Холик Нидермайер сейчас шайба будет у Пандолфа КТ сбивает его с ног но да все таки шайба достается Тортону и тот ее направляет в зону Ниджерси Дейвлс проброс вбрасывание будет в зоне хозяев Брылин бросал хорошая передача согласитесь на открытое место Брылину прямо под бросок как хорошо сыграл закрывал сейчас видимость вратарю Скотт Гомес это то о чем он говорил приблизительно о том что нужно бросать поворотом будет шайба отбиваться вратарем и там можно ее добить то что повезет шайба отскочит на клюшку в общем-то по такой схеме они действуют и действуют достаточно успешно самое главное то что инициатива сейчас во втором периоде исключительно на стороне Ниджерси и несмотря на то что счет в общем-то равный но в голевых моментах очень много именно у Ниджерси а вот у Далласа таких явных таких опасных моментов в общем-то практически и не было то шайба которую они забили бросок с кистей где-то со средней дистанции стопроцентной голевой ситуации наверное не назовешь у Дэвилс моменты были поострее скотт стивенс Арнет Ларри Робинсон тасует свой состав потери Секура очень существенная потеря для команды вот уже за сегодняшнюю игру 21 бросок отразила Эдди Белфор а в пятой игре 48 бросков против 40 которые были направлены створ-ворот его визави Мартина Брадо Арнет набрасываем Слоун Матвячок не получается бросок у него Матвячок против него борется Малахов и Малахов оказывается сверху ну вот не понравилось Матвячок активность Малахова и вот тут уже и Блейк Слоун с Уайтом сошлись ну посмотрите как все это началось вот Малахов против Матвячка Малахов сбивает его с ног Музычок встает Малахов добивает его все-таки уже второй раз на этом все не заканчивается продолжение следует перед воротами Мартина Брадо но удаления нет Нюиндайк получил небольшую травму по рукам его ударили вот и бросал бросал я думаю что наверное уже вы можете определить по манере играть по манере кататься по манере бросать Магильный проиграл и на борту Халу и Халу бросил по воротам уже с острого угла когда Халу бросает это всегда опасно вне зависимости с какого угла бросает Магильный потерял шайбу Мадана не смог он убежать от Гомеса поэтому остановился передача на на петачок и какой хороший 100% вот первый наверное 100% голевой момент у Далласа и он создан с усилиями Мадана ну вот так первая потасовка Хэтчер Стивенс смотрите небольшой Гомес против такого здорового Хэтчера Мадана вот посмотрите как развивалась эта атака Мадана на Лехтинина там уже и вот обратный там уже Хал из-за ворот передача на петачок а вот здесь уже Хэтчер пытается добить шайбу и против него уже играет Скотт Стивенс и оба они отправляются на скамейку штрафников ну Скотта Стивенса трудно отнести к полицейским никогда он им не был и вряд ли он когда-нибудь им будет но то что это очень жесткий защитник равно как и хэтчер это игроки приблизительно одного амплуа кстати оба капитаны Мэнсон разбирается уже с судьями с судьями не хватало только еще Мэнсона получить удаление за недисциплинированное поведение удаляем 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 его с поля до конца игры представляете потерян Дэрил Сидар потом еще Мэнсон и вот еще здесь две минуты отбывает хэтчер 4 на 4 будут играть команды почти как овертайм под ленье рафалски Мэдден не доходит шайба до пода ленье потом остается Джоннио Мэндайка Мэндайк вошел в зону сделал своих партнеров делал передачу на словно Бродо ловит шайбу не сильный двух бросов увидели Нэнсон на ваших экранах счет 1-1 остается играть во втором периоде 5 минут 38 секунд Судя по откликам журналистов и прессы эта игра пользуется больше популярностью все-таки в Далласе я имею в виду это серия точнее на билеты на вот этот матч на шестую игру в принципе это последняя игра которая играется в Далласе в этом сезоне в любом случае выиграет Даллас сегодня проиграет без разницы седьмая игра будет проходить уже дома у Нью-Джерси в Нью-Джерси так вот билеты на эту игру выросли практически вдвое ну вот если можно назвать партером то есть ближайшие ряды не самые не первый второй третий ряды это вообще просто баснословные деньги а вот там подальше они стоят обычно где-то на плей-офф на финал Кубка Стэнли около 300 долларов за место так вот сейчас их продавали перед шестой игрой за 650 долларов то есть больше чем в два раза что касается галерки то есть уже там третьего яруса то билеты туда стоили на плей-офф на финал Кубка Стэнли около 100 долларов сейчас они стоят 350 то есть это в три раза больше больше чем более чем в три раза представляете в чем зал полон вообще ДАЛОС собирает у себя по-моему полный стадион на каждую игру уже по-моему больше 100 игр подряд я могу ошибаться но то что это больше 100 игр это абсолютно точно просто не могу назвать по-моему то ли 104 то ли больше матчей они уже проходят подряд при полных аншлагах Матвейчук 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 Зубов кто 4 удалось а что касается Дэвилс то здесь Арнет Элиэш Нибермайер и хорошо играет Элиэш Долфер по-моему чуть-чуть немного задел шайбу она попала в перекладину а это уже Ньюэндайк хорошая скорость и упал пытался уйти от защитника от Рафалски не получилось Холик А вот Элиэш Патрик Элиэш бросок да перекладина Задел немного и Леффор шайбу и она оказалась попала в перекладину а вот этот тот момент не успел как следует обработать шайбу Бобби Холик бросок у него не получился но все равно момент был очень опасный хорошая реакция была у Эдди Белфора Малахов КТ Мэнсон ошибается Мэнсон в передаче Холик где Колин Уайт в полных составах играет команда Хэтчер пошел вперед но его остановил Малахов Хэтчер падает в боезоне но ничего существенного Дэвилс из этого не смогли выжить Малахов Кирк Миллер А это Данейко применил силовой прием Скотт Гомес Макей Матвейчук выбивает у него шайбу благо рост ему позволяет длинные руки длинная клюшка дотянулся до шайбы Скотт Гомес так не точная передача в принципе она ушла бы никуда но в любом случае защитник решил постраховать и положил клюшку на лед маршал маршал борется борта Нидермайера Мюллер могильной пытался ухять силового приема почти получилось а вот что два в одного очень хорошо сыграет Брадо клюшкой бросился перекрывать передачу Брайан Рафалский но Мюллер хорошо его объехал а не простите это был Данейко просто я уже настолько привык к тому что теряет шлем только один игрок в составе Джесси Дэвилс это Рафалский что мне показалось что именно он и ложился под шайбу сейчас а вот Данейко видите силовой прием против Маршала а это вот здесь бросился он под бросок вернее под передачу но Мюллер оказался хитрее объехал просто тогда уже дело передачи но уже было поздно уже Брадо все это прочитал легко это сочеталось и подставил клюшку хитрее мэдэн мэдэн Правда, установлены шабы за своими воротами, сейчас он оказывается в средней зоне. Лемье, Мэдден пытается делать передачный пятачок, но там в любом случае все равно нет, да и передача не доходит. Халлай и Стивенс, Стивенс выигрывает эту борьбу, Рафауски. Мэдден не таковал шайбу у Мадана, но довелся при этом поехать меняться. Халлайн Уайт по борту пускает шайбу. Закрывает борт, шайба по-прежнему остается в зоне Мартина Брадон. Остается играть более минуту до конца второго периода. Джейсон Арнольд. А вот вдвоем. Время еще есть на двух защитников Могильный и Элиэш. Не получилось передачи у Элиэша. Прадо. Свисток. Что будет еще удаление? Скотт Тортон. Тортон. Да, отправляется на скамейку штрафниковского. Тортон удален. Давайте посмотрим, за что. А, ну вот, с Колином Уайтом обменялись ударами. Ну, в основном, конечно, активность была со стороны Тортона. Но начался, наверное, именно Колин Уайт, поэтому оба оказались на скамейке штрафников. Две минуты, я думаю, каждый из них заработал. Но, в основном, они будут осиживать свое наказание в третьем периоде. Потому что второй период подходит к концу. Счет 1-1. Обе эти шарьбы были заброшены с промежутком где-то чуть больше минуты, где-то минуты 4 секунды. Остается играть 39 секунд до конца второго периода. Второй раз команда будет играть 4 на 4. Холик. Нидермайер. Нидермайер. Брелин. 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 Брелин отбивает шайбу. Сейчас Мадана и Хал. Включают Зубова. Зубова ставку из зоны, оставляет шайбу Халу. Не очень удачно. И все. Сирена. Второй период закончен при счете 1-1. Обе шайбы были заброшены во втором периоде. Перерыв. Через несколько секунд начнется третий период матча между командами Ниджерси Дэвилси 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 Дэвилси. Счет в матче 1-1. Обе шайбы были заброшены во втором периоде с разрывом в 1 минуту 9 секунд. Первыми счет открыли гости. Сделал это Скотт Нидермайер, когда команда играла в меньшинстве. Втроем вышли на одного защитника и Скотт Нидермайер переиграл Эдик Белфор, который великолепно играет в сегодняшнем матче. Еще много было опасных моментов у его ворот, но каждый раз именно он вставал на пути шайбы, никак не давая возможности игрокам в красной форме забросить очередную шайбу у его ворота. И через минуту 9 секунд после того, как Скотт Нидермайер открыл счет в этом матче, в шестом матче, розыгрыше Кубка Стэнли в финальном матче, финальной серии. Хорошим кистевым броском Майкин сравнял счет, попал прямо в самую девятку, как говорят, еще иногда снял паутину. Сейчас команда играет 4 на 4, в конце второго периода были удалены два игрока за небольшую потасовку, выяснение отношений. Остается им играть где-то, наверное, около минуты 4 на 4, но пока ничего особенного у команд не получается. Второй раз команды остаются в таком составе. Сегодняшняя игра достаточно напряженная, потому что команды понимают, что эта игра значит. Конечно же, у Ниджерси есть еще право на одну ошибку, а вот у Далласа такого права просто нет. И об этом, в частности, говорил Гик Арбанов, которого брали интервью в перерыве. Малахов с шайбой. Дерриан Хэтчер с шайбой в средней зоне. Скотт Тортон вошел в зону. Лехтинин борется с Скоттом Нидермайером. Нидермайер выигрывает единоборство, и сейчас команда уже играет 5 на 5. Нимчина в линге на площадке в составе Нью-Джерси. Именно они... А против Нид играет... Это, по-моему, Симс. Сим. Ничего не получилось. Игра в основном идет около борта, и на такую задачу ставят оба тренера, они это не скрываются. Самое главное держать шайбу подальше от ворот. Поближе к борту, где можно навязать уже только борьбу, где можно шайбу задержать. Самое главное не дать ее, чтобы она не вышла на пятачок, откуда можно было бы бросить. Брылин шайбой в средней зоне. Не доходит передача для его партнера. Малахов. В третьем периоде тоже изменилась игра. Мне кажется, без ворот играет команда. Пока, в общем-то, особых угроз ворот ни тем, ни другим воротам. Ну, только в самом начале. Кое-что было, а так, в общем-то, команда играет практически без ворот. Брасывание. В зоне Мартина Броду. А это Александр Могильный на ваших экранах. Наверное, впервые мы наблюдаем за ним вот на таком длительном отрезке времени. Все время обычно показываем одну игру, потом долго не показываем эту команду. Так что, я имею в виду, вообще, в течение регулярного чемпионата, а здесь... Ну, вот уже сколько игр мы ни джеффе показываем. Полуфиналы, финалы. Так что, есть, возможно, опасный момент. Это Скотт Тортон упускает. Реальный шанс вывести свою команду вперед. Нидермар все-таки успел откатиться назад, броситься под шайбу. Хотя бы как-нибудь помешать Скотт Тортону сделать бросок. Вернее, чтобы шайба просто до него не дошла. Все... Пан Долфа... Все... Пан Долфа. Это Лемье бросал по воротам. Мэдден. Дейнека. Кин. Брасывая шайбу в зону и сразу отправляется на смену. А это Скотт Нидермайер. Неудачный отсток от стекла. Шайба остается в зоне Мартина Брадо. Хал Мадана и Лехтини на площадке в составе Заласа. Холик Маккей и Немчинов у Дэвилс играют. КТ. Джонни Вентек набрал скорость. Зону вошел. Блейк Слоун был шайбой, но ее все-таки предъявил. Джейсон Арнольд. Холлин Уайт. А это Малахов. Эляш. Пошел в зону и передачу делал на Могильного, но... А здесь ошибся. Где шайба? Это шайба у вратаря. Посмотрите за развитием этой атаки. Могильный, казалось бы, уже потерял шайбу. Но все-таки она дошла до Джейсона Арнольд. Я тут набрасывал ее на пятачок. И свой шанс упустил Эляш. Вторая возможность у него была забить шайбу в сегодняшнем матче. Но все время играет очень хорошо, играет Белфор. Согласитесь, работа у него намного больше, чем у Мартина Брадо. Как вы думаете, все-таки дадут Белфору приз самого ценного игрока? Плей-офф или нет? Или после того, как он пропустил? Шесть шайб. Уже все. Не был бы уже из этого списка претендентов. Макин, Макин. А этот Бренд Мору бросал. Правда, очень спокойно и очень уверенно отбил этот. Челчок. КТ. Брендан Мору борется за шайбу около борта. С ним Мадана. Мадана контролирует шайбу. Пускает ее по борту. Там Брэд Халл и Скотт Нидермайер. Но Скотт Нидермайера кота не все-таки получше, чем у Брэда Халла. Но даже это не позволило ему вырваться из, так скажем, цепких объятий Брэда Халла. Пришлось шайбу просто выбрасывать. Ну что, сейчас по-прежнему 1-1. А что касается Далласа и хоккея, казалось бы, нет ничего более несовместимого. Все-таки Техас, жара, какой там лед. Но, тем не менее, хоккей там популярен. Хотя бы, если судить по тому, как смотрят его в Техасе по телевизору. Рейтинги там очень хорошие, даже намного лучше, чем общенациональные. По последним данным, последний матч, пятый матч, который игрался в Нью-Джерси, который транслировался в Далласе. Вернее, там не в Далласе, а сам стадион находится в пригородах Далласа. Называется местечко Форт-Уорс. Так вот, там вот, по данным рейтинговой службы, за этим матчем, за пятым матчем, наблюдали 486 тысяч домов. То есть, в этих домах был включен телевизор, и там смотрели именно хоккей. Было, на самом деле, в это время смотрел телевизор больше полумиллиона человек, но лишь только 100 тысяч из них смотрели что-то другое. Почти 486 тысяч предпочли именно все-таки хоккей. Это очень хороший показатель, очень хороший. Интересно то, что, ну, вернее, понятно, что Даллас оказался на первом месте по рейтинговым показателям по просмотру пятого матча. А вот Нью-Йорк, где, собственно, должны были, по идее, смотреть, также наблюдать за игрой Нью-Джерси, даже не на втором месте, а всего лишь на пятом. На втором месте идет Денвер, затем Буффало, потом Филадельфия, и только после этого уже Нью-Джерси. Ну, в общем-то, Нью-Джерси показатели тоже были совсем неплохие, они резко возросли. Так что вроде бы какие-то успехи МХЛ все-таки делает засвоение телевизионного рынка, американского телевизионного рынка. А где-то основная задача была перед НХЛ, когда туда приходил Гарри Бэтмен. Этим объясняются новые контракты, этим объясняются новые рекламные договоры. Зубов? Мюллер борется со Стивенсом, и опасный момент. Еще один бросок. Семс не попадает по шагу. Увернулся, все-таки увернулся. Отстолкновение с Мартином Брадом. По-моему, это был Мюллер. Перебрыгнул через вратаря. Бросал Нью-Джерси. У него как раз это его, можно сказать, специализация. Руки у него очень хорошие, быстрые. И на пятачке, или около ворот, скажем, в данном случае он действовал не на пятачке. Вот, смотрите, да, Мюллер, как чехардой играет, перепрыгивая через Мартином Брадом. Так вот, Мюллер, как раз, когда играет вбези ворот, он всегда успевает первым в шайбе, за счет того, что руки у него очень быстрые. Тортанг. Ворота сдвинуты, именно поэтому судья дал свисток, хотя Браду шайбу не зафиксировал. Два игрока сразу оказались на пятачке. Это Мкин и Тортанг. КТ. Вечер. Не смог удержать шайбу в зоне. А сейчас опять вне игры и небольшие разборки. Холик против Хэтчера. Но Хэтчера все-таки, наверное, не простят Сикору. У него будут постоянно, наверное, смотреть искусы. Будут толкать, будут применять силовые приемы. Ну, я думаю, что Хэтчера сложно поймать на силовые приемы. А если поймаешь, то себе дороже будет. Канейко. Уэллин. Макей. Кин. Делал передачу, которая заведомо, по-моему, не проходила. Там три человека было на пути шайбу. В красной форме. Майкин. Нэнсен. Блэйк Слоун. Малахов. Пандолфа. Адель Майден. Дроссок почти от синей линии. Все это делается в надежде на добивание. Могильный накатывался на вратаря в это время. Нюэн Дайк. Продавая шайба. Там никого нет, чтобы эту шайбу добить. Только Малахов, который просто выбрасывает ее из зоны. Могильный. Ищет продолжение атаки, но он никак не может его найти. Двигаться вперед у него нет возможности. И сделать передачу, в общем-то, никому не удалось. Стивенс. Проброш. Продолжение следует. Позади, что называется, Москва. То бишь, Даллас. Игра склоняется то в одну, то в другую сторону. Мы плохо сыграли пятый матч. Простите, мы плохо сыграли второй период. Будем рассчитывать на то, что у нас будет все складываться удачно в третьем периоде. Что сказал тренер перед сегодняшней игрой? Нам сказали, что нужно играть. Настроение у нас в команде сейчас хорошее. Мы должны победить. Мы уже выиграли одну игру. Нужен держать этот настрой. Мы по-прежнему чемпионы. Никто пока у нас кубок не отобрал. И до тех пор, пока кубок будет в наших руках, мы по-прежнему сильнейшая команда НХЛ. И пусть попробуют у нас этот кубок отобрать. Показывает вам сейчас Джонни Уэндайка. Дважды бросал он по воротам Мартина Брадо со встока. Брадо справился с этими бросками. А вот этот гикарбонок, тот самый, который давал это интервью. Кафальский. Гомес. Джейсон Айрон. В кей шайбу нет, не успел. Теперь нужно ждать, пока он выйдет. Из зоны, тогда только можно будет туда войти. Но пока ждали. Шайбу чуть было не потеряли. Во всяком случае, она сейчас в зоне Нью-Джерси. Скотт Стивенс. Элиэш. Колин Вайт. Дни игры. Поэтому был свисток. Брадо не будет в средней зоне. По-моему, очень осторожничает команда. Понимаю, что сейчас, наверное, любая шайба, заброшенная в те или иные ворота, может стать вполне решающим. Отыграть уже времени практически ее, наверное, не будет. Особенно по такой игре, которую показывают команды в третьем периоде. А играть остается, как вы видите, 8 минут 27 секунд. А счет 1-1. Немчинов полик. Не вижу номер третьего игрока. Проброс. Проброс. А сколько команд вообще хватит? Представляете, играет три овертайма. Буквально через день играть еще очередной матч. А ведь Даусу очень тяжело останавливается командой в Гороснове. Молодых игроков практически нет. С одной стороны, КТ вроде бы правильно действовал. Да, и, казалось бы, еще был лучший момент для броска, лучший угол. Но с другой стороны, он открывается, и про Добрый красный видит. Собственно, в самом момент броска и падет шаг. Поэтому для него особая проблема при выходных бросок, он в Гороснове еще не представит. Получится, не получится. Но уже стоило бы бросать все просто от синей линии, из того места, где он находился в самом начале, перед тем, что он находится в своем движении. Хотя, вот, не советую игрокам, может, делать. Они совсем облегченные, не стоящие. Они, наверное, не стоят. Они, наверное, не стоят. Они, наверное, не стоят. Там, в Америке. Тоже пример верности своей команде. Хотя, в общем-то, верности это называть невозможно. Просто в течение обстоятельств, то, что его не поменяли, все время играет в одной команде. Крапалски. Зубов закрыл зону. Стивенс. Пускай по-другому в борт, но там закрыта зона уже Матвичихом. Ера Лехтанин – один из самых лучших форвардов оборонительного плана. Практически всегда он выходит играть в меньшинстве. Играет против сильнейших звеньев других команд. Незаменимый в своем роде игрок. Это хэтчер, по-моему, отправил шайбу на трибуны. Интересно тоже еще и то, что в школе показывают нам хэтчеры. Наверное, стоит сказать, что на сегодняшней утренней раскатке, если верить сообщениям из-за океана, не присутствует составе «Даллс», не присутствовали лишь два человека. Это Дэрриан Хэтчер и Эдди Белфорд. Малахов Холлинг Уайт сделал передачу от Элиэш. Потеряли вот эту шайбу. Сейчас уже «Даллс» начинает свою атаку не играть. Блейк Слоун не побоялся применять силовой прием против Джейсона Арнольдта, хотя, в общем-то, габариты игроков, наверное, не то, чтобы не сопоставима, но, в общем-то, конечно же, Слоун уступает. Слова науизари в этом плане. Конейка. Конейка, еще один бросок. Дважды бросал поворотом Кен Данейка, но без особого успеха. Вообще, по-моему, три броска на его счету в сторону ворот в сегодняшний матч. Один раз он бросал, в расчете, что Шай броска учит именно от борта за воротами, если бы с другой стороны сможет их добить, не получилось. Но нам образом, наверное, особенно первый раз в расчете на то, что тут попали Шайба. Сейчас Бобби Холик, Немчинов! Ну как же так? А это уже Брэд Хау. Ну вот на встречных курсах сыграли команды. Ну как же Сергей Немчинов вышел один на один. Немчинов пустил Шайбу как раз именно в щиток вратаря. Стивенс. Нейден теряет Шайбу в средней зоне. Нейлендайк хорошо обыгрывает Колина Уайта. Оставляет Шайбу Карбано. Оброс на ворота. Нейден разбегает за Пандолфо. Колин Уайт защитник. Передача. Малахов. Мне кажется, проснулись команды. Остается играть 4 минуты 20 секунд до конца третьего периода. Счет 1-1. Тортон. Вот. Свисток, проброс. Довольны зрители, довольны. Понравился им этот отрезок. Ну, конечно, поскольку скучной игры в третьем периоде. То, что сейчас показали команды, кажется, ну, почти верхом совершенстве. Открытый хоккей в исполнении таких команд достаточно интересен. Я думаю, сейчас она покажет и выход Мимчинова. Хорошо было. Очень хорошо разверненная комбинация. И, увы, Мимчинов не смог забить. Пасти верную шагу. Очередная рекламная пауза. Брэд Халл на ваших экранах. Ну, что, устали команды или нет? Это, как в начале, показалось в третьем периоде, что в начале третьего периода, что команды действительно уже устали, уже все, сил нет. Сказывается и пятая игра, и овертаймы. Но потом такой открытый хоккей, который вы только что увидели, наверное, говорит об обратном, что все-таки силы есть. Вот Мимчинов. В какой-то степени тоже повезло Сергею Мимчинову, потому что, ну, сложно, сами знаете, многие футбисты жалуются на то, что им приходится переезжать постоянно. Переезжать очень неудобно. Можно перевозить вещи. семью, менять школу, дети вынуждены менять школу. Вот это точно много проблем. Вот Сергею Мимчинову очень повезло. Практически он поменял несколько команд. Ну, практически все время в заключении совсем небольшого отрезка времени. Элиаш. Бросок из-под защитника, но справляется Белфор с одним броском. Еще один бросок. Могильный бросал. Стивенс. Могильный. Еще один бросок. И прямо в Эдди Белфора. Да, Могильному что-то не везет. Был выход один на один в пятом матче. И вот сейчас была великолепная возможность. Да и до этого у него были возможности забить. Но никак не получается. Вы посмотрите. Освободился. Вышел на открытое пространство. Получил передачу. Все хорошо. Бросок. И прямо во вратаря. И по Сергею Мимчину уже ему повезло. Команду менял. Но все время оставался в одном районе. Еще один бросок. И опять. Это Клодлимье бросал. И услышит, издал скандирует. Эдди, Эдди, Эдди. Майкин. Там никого нет. Катый скот не тормается. Был проброс. Был проброс. Да, был проброс. Был проброс. Был проброс. 3 минуты 18 секунд остается играть все в третьем периоде. Счет по-прежнему 1-1. И. 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 Зубов Полин Уайт Не будет проброса Зубов Да, если сейчас кто-то забьет Наверное, это будет уже победная шайба Если, конечно, кто-то сейчас забьет Немчинов Дорогой Пускай шайбу в очередной раз по борту На сей раз с успехом Хал Неточная передача на Мадана Стофалски Стивенс Хал чуть бы он не обокрал Стивенс А вот сейчас, наверное, будет проброс Да, проброс Минута 48 остается играть в третьем периоде Минута 48 остается играть в третьем периоде Минута 48 остается играть в третьем периоде Нидермайер Уходит от Кина На шайбу опять в средней зоне Все-таки нас ждет, скорее всего, овертайм На плечу Могильный Могильный Минута 48 остается играть в третьем периоде Верно случайно В дне игры Вся команда Нинджесты дружно показывает, что сбрасывание должно быть в зоне Далласа Какое решение примут судей Сейчас сбрасывание в зоне той или иной команды Это достаточно, это очень большое преимущество При удачном розыгрыше шайбы Выиграть Сразу под бросок Можно сделать бросок И кто знает, как все может сложиться Нет, сбрасывание будет в средней зоне Зубов Хал Мадана А у кого Бродок как раз дежурит, по-моему, Брайт Хал В надежде все-таки на то, что кто-то совершит ошибку И можно будет сделать передачу Вот, посмотрите Не торопится Хал уезжать Ждет пока Раз Мадана, казалось бы, потерял шайбу Но Хал по-прежнему ждет Второй раз шайбу, казалось бы, потеряли сразу Но Хал не уходит Тайм-аут берет Даллас Газеты писали, что сегодня в Далласе достаточно влажно Что влияет на качество льда Который раз к этому возвращаемся Что лед мягкий Ну, ничего не поделаешь Лед одинаковый, как иногда в другой команде Ни вентайк Мадана Хал Нет, Лехтинина И здесь Такая репутация держалась за ним всего лишь Какое-то небольшое время После того, как его команда проиграла четвертую игру В Филадельфии Он накричал на своих подопечных И из такого оттенка негативного Мягкий тренер Он мягкий, может быть, и осталось Но уже с оттенком уважения Уже стали говорить, что он тренер игроков Которого игроки уважают Которого игроки слушают Которого прекрасно понимают Он сейчас за 6 секунд Сможет что-то сделать в дне игры Поторопился Мадана Вернее, может, на мой взгляд, все-таки ошибся Скорее Хал Который начал обыгрывать игрока На синей линии Ну все, я думаю, нас ждет перерыв Да, перерыв А затем овертайм За 2 секунды вряд ли кто-то Что-то забьет Да, все, с формальностями закончилось Закончен третий период Вместе с ними закончился и третий период Счет по-прежнему 1-1 Увершайбы были забиты В втором периоде Сейчас нас ждет овертайм Второй овертайм Шестого матча Финала Кубка Стэнли Даллас Старс Против Нью-Джерси Дэвилс Счет 1-1 Джейсон Арнодт удален Был удален за то, что грубо сыграл против Слоуна Ударил его, сварил его на лед И ударил клюшкой Ударил клюшкой по шее Очень серьезное нарушение А вот видите Снял букву А с себя Клод Лемье Интересно знать, что произошло Чем это было вызвано Но тем не менее вбрасывание Все Второй овертайм Счет 1-1 Пятый период Зубов Еще выиграли 10 секунд Игроки Нью-Джерси Я думаю, что и еще раз Наверное, ничего не получится У Далласа Не смогут они ничего сделать Со своими противниками В какой-то степени Наверное, это придаст Настрое Нью-Джерси Все-таки Отстояли свои ворота Да, вот вышел уже и Арнодт Конечно, тяжело Наверное, силу они потратили В эти две минуты Больше Но здесь сейчас В этом периоде В этом овертайме Конечно же, не серьезно говорить О каких-то проблемах А, вот такого плана Но, тем не менее, все равно Играть четвером, конечно же, сложно Много сил выходит Поэтому Ну, команда моложе Кто знает Об этом могут судить Только сами игроки Как хорошо они себя ощущают Хэтчер По борту выбрасывает шайбу И Что? И ничего Малахов Эляш Это КТ Эляш Обыграл КТ Могильный Арнет Никого там нет Пропустила Эляш Шайбу А еще Обращайте на то Что там окажется Могильный Но Могильного там не было Нидермайер Когда Мадана Говорил о пятой игре Он говорил о том Что это было Поединком Силу Силы воли Какая команда Окажется слабее Какая команда Дрогнет Первой Это основная Это был основной вопрос Того матча Я думаю, что этот вопрос Остается и в этом Вообще интересно складывается Этот плей-офф До финальной серии Было очень мало Овертаймов Зато я думаю, что В финале Команды вполне Отработали Причем не один Овертайм А если уже Овертайм Так сразу Несколько Карбано Ну вот уже Да, вот уже Силки не очень много Медленно Раскатываются Зубов А даже у Зубова Уже не особо Высокая скорость Нидермайер Мадана Против него Стивенс Кафальский Клюшку потерял Паводина из игроков По-моему Это Блейк Слоун Кафальский Стивенс Брелин На этом краю Мэдден Один В окружении Трех игроков Далласа Матвичук Матвичук Могильный Элиэш Малахов Малахов Будет играть Прежде всего От обороны На контратаках Во-первых Потому что Элиэш Терем Лучше знакомы Рисковать они Сейчас конечно же Не будут И вторая В основном Сил у них На какие-то Другие атаки Наверное Уже не осталось Это уже вторая Игра Которая Затягивается Которая Переходит В пятый Период Мадана Мадана Набрал Хал Брадо Накрывая Шайбу Немного Растерялся Но потом Успел Все-таки Накрыть Ее Мадана Набрал скорость Еще в своей зоне Вошел Сделал передачу Халу Почти не глядя А вот еще Шайба коснулась Как раз Стивенса Именно поэтому Брадо Так неуверенно Ее зафиксировал Как смотрят На повтор Миллермайер Колик Колик Обыграл Брэйли 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 Это Лехтинь Колик Отвечу Зубов Мадана Но вне игры Кирк Кирк Мюллер Лицо команды Флориды Пантерс До того Как там появилось Собора И он как раз Оказался Вне игры Брасляем в средней зоне Ньюэндайк Эляш Могильный И Арнет Могильный Успеет Могильный Опять Еще чуть было Один раз Не убежал Он один на один Как это было В пятом матче Но Чуть-чуть Не считается А это Ньюэндайк Но у него Ничего не получилось Это Эляш Появился Мадана Мадана Пытается Воспользоваться Тем Что Скорость Не хорошая Кота Не хорошая Может Переиграть Просто За счет Скорости За счет Движения Стивенс Рафальский Жубов Зубов То Чем они Пренебрегали В начале Матча То есть Практически Никогда Не бросали Шайбу В зону А пытались Разыграть Дайте С помощью Паса Махей Что-то непонятное Совершенно Сделал То ли Дело Передать Что-ли Пытался Обыграть Дело А про Кстати Лея Робинсона Многие Граки Говорят что первым, если что-то не получается у игрока, он сюда подойдет и тихо спросит, напланировавшись к нему, что с собой что-то не в порядке, ты плохо себя чувствуешь. Дождаться от него какого-то крютики практически невозможно. Почти как в рекламе. Конфеты Гронды. А вот Брэйлин пострадал. Пытался уйти от целого приема, но вот в результате упал, наверное, досталось даже немного хуже, чем могло быть. КТ. Хотел сам применить целое приема, попался на него. Молодец, закрепился он все-таки в основном в составе. Долго он мучился. Я думаю, что в основном эти все проблемы его были вызваны именно его физическими габаритами. Ну, по-моему, все осталось позади. Наверное, если не с собой, он все-таки закрепил. Стивенс. Эляж. Ну, Арнад Гал. Нью-Джерси Дэвилс. Обладатели Кубка Стэнли 2000 года. Во втором овертайме шестого матча все определилось. Посмотрите, что же все-таки такое Кубок Стэнли для этих людей. Если это в какой-то степени поможет нам этого понять. Обратите внимание, что скандирует арена. Вы слышите? Эдди, Эдди, Эдди. Поддерживает своего вратаря. Уже подготовленные фейсболки с надписью «Все подготовлено». Вот посмотрите, как все-таки забит друг гол. Эляж. И оставили одного на пятачке. Джейсон Арнет. Причем, Билл Форнс успел переместиться. А вот как реагировал на это Мартин Брадо. Вячеслав Петисов. Вячеслав Петисов продолжил свою такую традицию. Выиграл Кубок Стэнли сам, как игрок. Выиграл Кубок Стэнли теперь и как тренер. Все-таки не получилось. Удалось и сравнять. Очень они старались. Давайте вспомним, как все это было. Все-таки, когда команда выходила на эту серию, Даллас считался явным фаворитом. В Нью-Джерси явным аутсайдером. Я не совсем, правда, понимаю, почему это так было. Но, тем не менее, все было именно таким образом. И даже перед этой игрой. В основном все же говорили, что преимущество будет у Далласа. Только один человек в этом усомнился. Но, в общем-то, его мнение прозвучало как-то так незаметно. Все равно все больше всего говорили, что вот эту игру должен выиграть Даллас. Но не получилось. Третья игра. Все. Статистика оказалась неправа. Все ссылки на статистику, что три игры дома. Даллас никогда не проигрывал. И никогда не проиграет. Произошло именно это. Мартин Брадо. Вот видите. Кстати, в Анхайл сейчас завелась тоже такая традиция. Верина, дискуссия началась. По поводу того, что... Почему не пожимают руки после каждой игры, а только после окончания серии. Вот. Видите. Матч закончился. Пожимают руки. Серия закончена. Скотт Гомес. Наверняка самый реальный кандидат на пресс лучшему новичку этого сезона в Анхайл. Я думаю, что если он его не получит, это будет очень большая несправедливость. Получили свои перстни. Наши получат. Вернее, еще пока не получили. Но получат и Могильная, и Малахов. Так что появятся и новые обладатели Кубка Стэнли и среди наших. Это Патрик Эллиш. Я не знаю, что я не чувствую, что это происходит сейчас. Это произошло так быстро. И, конечно, это все, что происходит. Поехали, особенно именно эти ребята. И both teams просто играли в игре, и мы хотели бы проиграть эту игру. потому что они получили время от нас от дома и мы получили это за Сики, вот здесь. И вы говорите, что Петер Сокора, хороший парень вашего друга. Как вы чувствуете без него в команде? Обязательно, как-то миксер эмоций для вас. Он не может быть в первую очередь. В первую очередь, я был очень рад. Вы не хотите видеть это что-то случилось, особенно мой парень. Я очень рада, чтобы выиграть. Я надеюсь, что он смотрит и слушает. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Вообще, конечно, неприятно видеть такое, когда происходит на льду, особенно с моим знакомым. Ну, а дальше он сказал фразу, которую я перевести не могу, к сожалению, не владея чешским языком. Это приз Кон Смайт, лучшему, самому ценному игроку. Плей-офф. Скотт Стивенс, лучший, самый ценный игрок в плей-офф 2000 года. Азат скандирует Эдди-Эдди. Они не согласны. Ну что, давайте мы поздравим хотя бы заочно Скотта Стивенса. Действительно сыграл он очень неплохо. Действительно выдающийся игрок. Но если я не ошибаюсь, то только пять защитников вообще выигрывали когда-то этот приз. За всю историю НХэл только пять защитников, представьте себе. Брайан Рафаски. Да. В нашем районе правильный игрок. Прямо hard ностану. Вы должны быть в этом ситуации. Брайан, спасибо большое. Брайан, спасибо большое. Капитан держит. От одного хоккея в другую, в новую команду, конечно же, намного стал легче благодаря именно этому человеку. Ну, а этот приз вы, наверное, все знаете. Два человека, которые его несут, они постоянно ездят с этим призом. С Кубком Стэнли, везде его сопровождают, это своего рода телохранители Кубка Стэнли. Да, конечно, надо представить, каково состояние сейчас должно быть у игроков Далласа. Вы представляете, вручают Кубок Стэнли на их льду и другим. Это, наверное, кошмарный сон. Ну, это, конечно же, дань уважения Далласу, что они играли как настоящие чемпионы. Защищая свой Кубок. При поздравении Нью-Джерси Девилов, когда вы посмотрите на хоккейскую команду, вы должны посмотреть на организацию с точки зрения. Девилы были предоставлены почти 20 лет по Джону Мэкмоллену. И этот Куб Стэнли – это тримун для пасши, которую он имеет для хоккейской игры и для его Нью-Джерси Девилов. Давайте все-таки поздравим Нью-Джерси Девилов. Если мы говорим о команде, то, наверное, стоит посмотреть на него как организацию, посмотреть сверху вниз. Давайте поговорим о владельце команды. Именно благодаря нему все стало возможным. Благодарим Лула Морелла, генерального менеджера. Ларри Робинсону, огромное спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Я знаю, что болельщики Нью-Джерси смотрят эту церемонию. Я знаю, что команда, вы недавно видели что-то подобное. Может быть, для кого это окажется большим сроком, для кого это маленьким. Но я могу точно сказать, что игроки чувствовали вашу поддержку. И она была им необходима и помогла выиграть. Я горжусь тем, что я вручаю этот пул капитану команду Скотту Стивенсу. Все эти слова были произнесены, что называется, комиссаром, руководителем Инхаэл Гарри Бэтмена. Во второй раз Скотт Стивенс поднимает кубок Стэнлиной головой. Памагу сыграли почти пять в периодах. Все равно есть сила для того, чтобы поднимать. Весит он кубок около 12-13 килограммов. Памагу сыграли почти пять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кто вам помогал больше всего, как мы решили? Да все помогали. Нет, не могу никого особенно выделить. А вот видите, что сделал Лайя Робинсон? Согласитесь, хороший поступок. Отдел майку Сикоро. Сикоро сейчас находится... Петр Сикоро находится сейчас в больнице, наверное же. Его место, конечно же, здесь. Обидно, что его нет, но... Может быть, чисто физически он здесь отсутствует, но... Ассистент coach, how does it feel? It's a great feeling. I know it's... You cannot buy feeling like that. You can't substitute. I mean, it's unbelievable. I'm so proud of our team. They did unbelievable job. And through the whole playoff, and we built a good team, and we got results tonight. I mean, it's unbelievable feeling. We have a lot of people watching back in Russia. What would you like to say to them back there? Спасибо за поддержку. Я знаю, что у нас много болельщиков появилось. У нас 4 русских парни играли очень хорошо. Спасибо, Иван. Какие нас жив, и будет все у нас порядке. Всего доброго. You know, you've got a lot of Russian players on the team. Can you kind of briefly talk about the contributions those guys have made? Oh, I mean, it's... I mean... It's easy not to have Russians, but I get so... I mean, it's thick... So close and hard, you know, it's... what they've been doing. But they did unbelievable job. I mean, it's... They came... Last moment. Two guys. And, you know, as they... Alex and Vladimir, they did unbelievable job. And all four guys play hard. That's what we're asking them. Play hard, and good things happen, though. Slava, it looks like they're taking a picture. You better get over there. Thank you very much. Alright, good time. Alright, good time. Back out there. See you, Joel and Air. Alright, say thank you very much. I can't say thank you very much. Clouber, you become the first player in the history of this game. To one single couple of players. You know, tell us, what role did the Russian players play in the team? Two of them came quite recently. And, of course, they played a great role. And, of course, the whole team played. We gathered a very good team. And, of course, the whole team played. And, of course, the whole team played. It was very good. We said that we should work. We should work very well. We should work very well. And, of course, when the victory comes. We really built the team for a long time. I think we started to build a team with a plan on the club at the end of the game. When the player appeared in the team, Claude Lemieux. The... Actually, the... Before the player in the team, I think, it will almost означate, How the player has the most serious plans to find the game in this club in the stand. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok